Всем привет! Давненько мы с вами не виделись. Неделя была очень жаркой. В Астане прошел первый в истории ATP 500 – Astana Open. Мне многое нужно вам рассказать. Давайте начнем. Погнали сразу с триумфаторов. В парном разряде титул чемпионов Astana Open завоевали хорваты Мектич и Павич, Никола и Мата. В финале они столкнулись с французами Адрианом Монорино и Фабрисом Мартеном. Счет встречи 6-4,6-2. Хорваты, как и полагается, получают 500 рейтинговых очков и 116 тысяч долларов призовых. Поздравляем, ребят! В одиночке дела обстояли очень напряженно. Давайте начнем с полуфиналов. Первая битва за выход в финал состоялась между Стефаносом Цитепасом и Андреем Рублевым. Сначала ребята приехали на арену. Цитепас быстро взял сумки из багажника и пробежал внутрь. Был максимально настроен на игру. Следом на Билайн-арену прибыл Рублев. Был в отличном настроении. Взял вещи и успел пофоткаться с болельщиками перед входом. Через несколько часов на корт вышли 6-я и 9-я ракетки мира. Это, естественно, был очень крутой теннис. Куча зрителей на трибунах, эмоций игроков. Рублев себе даже чуть ногу ракеткой не сломал. Благо, та сделана из качественного материала. Смотрите, тут Рублев просит, чтобы ATV500 был в Астане каждый год. Тут жалеет, что не успел сфоткаться со мной. А тут, кажется, важное очко проиграл. В итоге матч длился три сета. Сначала сильнее был Андрей 4-6. Затем второй сет забрал Циципас 6-4. В третьем, к сожалению, борьбы упорной не получилось. И Стефанос уверенно закрыл матч 6-3. Второй полуфинал был еще более жестким. Даниил Медведев против Новака Джоковича. И вот как эти суперзвезды прибывали на Билайн-арену. Первым приехал Медведев. Посмотрите на этого красавчика. Всем уделим внимания. Далее Джокович. Тут толпа сходила с ума чуть больше. Надо это признать. Несмотря на это, Новак тоже максимально долго фоткался и раздавал автографы болельщикам. И вот он, час икс. Только посмотрите, как ребята выходили на корт. Конечно же, трибуны забиты под завязку. Первый сет прошел полностью под именем Даниила Медведева. Четвертая ракетка мира уверенно обыграла Новака со счетом 6-4. Фанаты серба сильно напряглись. Второй сет теннисисты довели до тайбрейка. Это была настоящая заруба. В итоге Джокович с большим трудом, но все-таки отыгрался 1-1. Все мы были в предвкушении третьей части этого блокбастера. Однако, к сожалению, Данил Медведев не смог продолжить матч из-за травмы. Вот что случилось. Почувствовал при ударе слева открытой стойки, такой как немного щелчок в левой ноге. Сначала на секунду подумал, ну прямо во время розыгрыша может судорога, ну то есть матч тяжелый был. После очка почувствовал, что скорее всего не судорога, скорее всего потянул мышцу. В итоге Джокович становится вкинолистом. Хотя сам он потом признал, что Даня играл лучше него в обоих сетах. Мы желаем Медведеву скорейшего выздоровления. Двигаемся к финалу. 9 октября 2022 года. Историческая дата. Финал ATP 500 Astana Open. Молодой цицы пас против опытнейшего Джоковича. Зрители ждали самый главный матч турнира. Мы успели пообщаться с болельщиками. Давайте глянем, что из этого вышло. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, за кого вы болеете в финале? За Медведева или за Рублева? За Цицы паса. А вообще-то играют Джокович и Цицы паса. Ой, это мои подписчики. Такого контента еще, конечно, нигде не видно. В финале? Сегодня же Джокович и Цицы паса. Почему нельзя никого подловить? Скажите, пожалуйста, сколько рейтинговых очков получает победитель ATP 500? Понятия не имею. Пятьсот. Пятьсот очков. Пятьсот. Вот, я нашла. Если вы будете молчать, то я вам дам Рэдбул. Вы готовы? А вы молодец! Получаете! Джокович мой любимый фейворит и он просто уникальный человек. Я с ним вчера пообщался. Вот такой мужик. Вот такой. Настоящий. Если вы будете молчать, то я вам дам Рэдбул. Вы готовы? Смотрите, какой молодец! Поздравляю! Что обычно происходит за кулисами таких больших турниров? Мне было это очень интересно, поэтому у меня есть для вас небольшое видео, снятое перед выходом финалистов на корт. Прямо сейчас выходит Стефан Астасипас. Посмотрите, в какой он прекрасной форме. А сзади вышел Новак Джокович. Сейчас они вдвоем поднимутся на корт. Вы это видите? Первым на корт выходит Стефан Астасипас. Это была одиннадцатая встреча теннисистов. Джокович ведет 7-3. Все финалы Стефан Астасипаса до этого Джоковича проиграл. Что было в этот раз? Что было дальше? Интриги не будет. Джокович выиграл финальный матч со счетом 2-0. 6-3, 6-4. Стефан Астасипаса сцеплялся, как мог. Но Новак был сильнее в этот вечер. Серб сделал один эйс и два раза брейканул. Этого хватило, чтобы выиграть свой девяностый титул под эгидой ATP в карьере. И четвертый в этом сезоне. Новак, как гаишник на трассе Астана-Белград, оформил многоуважаемого Токсанбая. Джоковичу достается 500 очков в копилку и 355 310 долларов призовых. А это получается мне нужно провести примерно 355 310 выпусков Болл Геллс. Надо было на теннисиста поступать. Друзья, за время турнира прошло очень много событий. И мы решили самые важные из них удостоить награды. Вашему вниманию первая официальная премия Астана Open ATP 500. Итак, в номинации «Облом турнира» побеждает... Карлос Алькарас. Первая ракетка мира. Первым вылетел с турнира. Испанец отлетел от лаки-лузера Давида Гафена. А мы вам говорили... В будни надо брать билеты! В номинации «Милота турнира» побеждает акция в поддержку бездомных животных, в которой приняли участие наши теннисисты. В номинации «Лучший торс турнира» побеждает Новик Джокович. Ну вы только гляньте! Далее в номинации «Ого! Вы серьезно? Прямо у нас? Ты гонишь? Прямо на Байтиреке» побеждает вот это вот мероприятие. В номинации «Помощь детишкам» побеждает визит наших суперзвезд в аутизм-центр города Астаны. Спасибо вам большое! Двигаемся дальше. В номинации «Самый громкий крик турнира» побеждает мальчик, которому Новик подарил напульсник. И не совсем так орать. Что ж, я тоже выиграла одну номинацию. Признаюсь, Шугла побеждает номинацию «Самый безразличный болельщик, которому не нужны фото с крутыми теннисистами». Ну и в номинации «Лучший турнир года ATP по версии World Girls» побеждает ATP 500 Астана Open. Это было легендарно. «Самый безразличный болельщик» Это все на сегодня. Следите за новостями на сайте и в социальных сетях Федерации Тенниса Казахстана. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, ставьте лайки и пишите комментарии. Короче, на этом все. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok